Всем привет, дорогие друзья и враги! Сегодня у нас, значит, 23-й выпуск нерегулярной новостной рубрики Верьте этому русскому, русские все еще Я шалом, братья и сестры И сегодня у нас много интересных, значит, тем Но прежде чем мы начнем С вас подписка, лайк, колокольчик, комментарий Можете негативный писать Прямо самое негативное, что вы про меня думаете Но обязательно бейте в колокол, друзья Потому что без колокольчика уведомления не приходят И погнали! Тут у нас типичная для нас история Для наших реалий Несчастных, журналистов, активистов И так далее арестовали Они, значит, рыдают В общем, значит, протесты Толпа беснуется В Казахстане нет демократии США, там, Госдеп, НАТО, ООН ОБСЕ бьют тревогу Конкретно Тлюжановой дали 4 года ее прям там В зале сюда и упаковали И отправили на зону У нас это, получается, будет Для Ужанова и Геремновая Мать казахской демократии Как помните, старая Мать казахской демократии Была у нас Тарегожина Ее в ближайшее время Отправят на пенсию Потому что Молодым демократам Молодому протестному движению Нужны молодые лидеры Они и пенсия всякая И, собственно, пенсионеров Типа Жовтиса, Дуванова Там Тарегожины Будут отправлять на пенсию Они будут у нас, как этот Почетные, знаете Почетные судьи Давать только советы Но не более того В США, как помните, Тарегожина Получала награды И, соответственно, ее ждет Уже почетная В ближайшее время пенсия Ее место замет Тлюжанова Но Давайте послушаем Комментарии непосредственно По всей этой ситуации Самой Тлюжановой Там она не говорит На самом деле Ни слова правды Но Я внесу ясность По ее комментарию Причем она этот комментарий даст Хоть это немножко И некрасиво с моей стороны Но тем не менее Ее и еще четверых Там псевдоактивистов По-моему Осудили На сроке От 4 до 8 лет За организацию Беспорядков Во время Январских протестов 22 года Так как она Оказалась Совершенно Случайно В аэропорту Нежданно Негаданно Она туда приехала Откуда она И ее Собственно Подельники Вели прямые трансляции И кричали Что всем нужно Собираться на баригат И переворачивать Эту власть К хренам Все сносить И так далее И они, естественно Ни в чем не виноваты Но самое интересное Как они там В аэропорту Совершенно случайно Оказались И это я дам Уже после комментария Уже от Леужановой Там 5 минут Вам придется Как бы послушать Уж извините Те сказали А, хорошо Если никто прилетать Не будет Мы тогда пойдем Попрощались И ушли То есть Разве захватчики Так поступают Захватчики бы там Остались бы Применили бы Какое-то насилие Чем-то угрожали бы Ставили бы Какие-то требования Властям Да, какие-то И до их выполнения Не уходили бы Но все 40 свидетелей Подтверждают Что у нас в руках Не было ни у кого Оружия Ни огнестрельного Ни простого Ни ножа Даже дубинки Что в руках У нас не было Что все мы были Практически без масок И от них Мы не скрывали Свои лица Что Мы никому не угрожали Что мы насилие Не принимали Не применяли И что даже Вот востерство Даже те ребята Которые говорят Что я и на письме Возглавляли толпу Они говорят Да, они возглавляли толпу Неизвестных мне мужчин Как таковой Что это в любом случае Я вообще даже считаю Что они специально Нас слабачевки Выпустили Прекрасно понимая Наш характер Знаю, что Знаю, что происходит В стране Что мы не сможем Удержаться Что мы поедем на площади Что на площади Услышат мы О том Что прилетают Российские войска Что мы поедем В аэропорт Что мы скрываться Не будем Что мы будем Без масок И потому что Действительно Было столько людей Говорят Что в аэропорту Сами следователи Говорят Что было Три волны Первая волна Это наши Которые просто Пришли Посмотрели И ушли Вторая волна Которая Действительно Пришли С дубинками Все крушили Ломали И третья волна Которая Грабила Но самое интересное Что судят Только тех ребят Которые были В первой волне То есть нас И параллельно Судили еще ребят Которых якобы Участвовали В массовых беспорядках Просто они находились Рядом с нами Вот те Мужчины 35-40 человек У которых В руках Одного дубинка Второго щита Их всех По аппаратсуальному Соглашению Отпустили Амнистировали В обмен Я так поняла Им предложили Дать на нас показания Они изначально Давали Показали Но потом На суде Они все отказались От своих слов Сказали Что не волшебность Сказали Что на них Оказывалось давление Что были Портификации Были ребята Которые говорили Что они просто Подготовили протокол И они подписали Там есть даже Протоколы допросов Которые просто Отменяли фамилии Людей Этих ребят Вы знаете Что на того же Мургийского Каласа Было оказано давление Чтобы он давал Показания На определенных людей Но Калас тоже Отказался На суде От своих показаний Он рассказал О том Какое моральное Психологическое воздействие На него было оказано Также Вот С нами Сидит Далибаев Шелебаев Далибаеву сказали Он Кстати Далибаев Был рядом С теми же ребятами Которых амнистировали Но Тех амнистировали А Далибаева Не амнистировали Только по одной причине Потому что Они сначала Согласились На процессуальные соглашения И сказал Да Хорошо Я признаю Что я участвовал В массовых беспорядках Но Когда ему предложили Дать на меня показания Он отказался И теперь Его обвели В захвате Там Также Сидит Шелебаев Который Предложили Дать показания Написывая Видимо Они поделили Людей Кто На кого Должен Бывать Он Тоже Отказался И он Также Сидит С нами Сейчас На одной Из Судимых Там Есть Карменов И Написывая Они Выбрали Нас Пятерых Самых Активных По их Мнению И Всех Остальных Заставили Давать У нас Показания Но При этом Вот Такое Огромное Дело Захват Якобы Захват Аэропорта Но Ребят Со второй Волны С третьей Они Не стали Искать Не стали Посудить Почему Потому что Я думаю Что если бы Следствие Было Прозрачным И если Следствие Было бы Честным Они бы Вышли На самих Себя Потому что Кто Даже Отправил Туда Вот Никто В здравом умении Пойдет В аэропорт Специально Что-то Крушить Или Ломать Правильно Потому что Мы все Понимаем Что Это государство Наш Народное И Ни один Патриот Своей Страны Который Одеспокоен Придет В российских Польских Не будет Ломать Или Кушить Или Заниматься Мародерством Мародством И так далее Подобное И Не надо Забывать Что Алмата Большой Город Что В этом Городе Проми Патриот Живут И преступники Пускай Занимаются Тем Что Ловят Преступников Они Вешивают Такие Страшные Тяжелые Статики Как Терроризм На простых Гражданских Патрилистов Все Что Сейчас Делается Для Того Чтобы Другим Неповадно Было В будущем Чтобы Мне кажется Нам Хотят Специально Вменить Такие Статики Хотят Во всей Строгости Наказать Чтобы Другие Люди Не хотели Определять Какую-то Инициативу Чтобы Люди Не выходили На митин Чтобы Вообще Загнули Страх Да Всерить Страх Как таковой Но Я думаю Почему Я говорю Что Не тот Который Был бы Январь С событий Нас Уже Не напугать И Я лично Сама Готова Сидеть За свою Позицию Потому Что Я не Собираюсь Клонять Голову Перед Кем-то Я не Собираюсь Простить У кого-то Прощения Потому Что Я прекрасно Знаю Что Я не Нарушала Законы Все Эти Активисты Сидели На Лобачевского Во время Январь Протестов Ну Казалось Посидели И Сидели Меньше Проблем От них Будет Но Тем Не Менее Самат Леужанова Кстати говоря Миллион раз Это рассказывала В бесконечных интервью И она Точно Так Ж Это Сказала В суде Под присягой И в отдельном Выпуске Уже Расследовании Всех Этих Январь Протестов Я уже Запись Опубликую Ее Слов Сейчас Это У нас Получается Рубрика Комментариев Новостей Чтобы Вы Знали Что Новости Существуют Не только Те Продажные Которые В Орде Публикуют Но Есть Монеты Две Стороны Есть За кулисей Некая Сидели Все Эти Сраные Активисты На Лобачевского Арестованные И их Оттуда Как сказала Тлеужанова В суде Под присягой Она Это Сказала Выпустили По указанию Каната Данировича Таймирденова На тот Момент Это Был Начальник Департамента Полиции Города Алматы Как вы Понимаете Их Менты И Выпустили И Посадили В Ментовские Комитетовские Машины И повезли Менты На площадь Чтобы Те Занимались Провокацией Протестов Через Фейсбук Вели Прямые Эфиры Писали Посты Гневные Мол Власть Долой Режим И прочее Знаете Как они Это Делают И Вот Они Не Помылись Не Поели Не Поспали После Ареста А сразу Ломанулись На площади В аэропорт Совершенно Случайно Они там Оказались Как вы Понимаете Возили Их Совершенно Случайно На Ментовских Комитетовских Машинах Не Подулом Пистолета Их туда Заставили Ехать Им Там Просто Наобещали Денег Славы Общественного Признания Величайших Революционеров Казахстана Награды В США И так Далее И сейчас Они себя корчат Жертв Политического Режима И получается Они Думали Тогда Соответственно Когда соглашались На эти условия Что Вот эти Договорники Что их Не посадят Теперь Их Естественно Сажают Вполне Себе Я считаю Заслуженно Но Теперь У меня Еще Вопросы Возникают Канату Данияра Чута Мердинова Так как Показания От Леужанова Были Даны В суде Они Значит Имеют Юридическую Силу Но Это Уже Будет В следующем Выпуске Который Вы Посмотрите Позже Где-то То ли В Грузии То ли В Армении Что ли Радужные Активисты Хотели Устроить Прайд И Местные Значит Жители Естественно Пророссийский Как наверняка Ну Не наверняка А так И писали В СМИ Они Значит Эту толпу Разогнали Разломали Их Всякие Символы Флаги И так далее В общем Запихали Им В то место О Котором Они Всю Жизнь Мечтали Эти Радужные Активисты Все Казалось Бы Хорошо Им Должно Было Все Понравиться Но Не тут То Было Разговор Вообще Немножко Другом Наши СМИ Казахстанские Начали Выставлять Этих Активистов Которые Разогнали Этих ЛГБТ Радикалов Наоборот Начали Выставлять Те За традиционные Ценности Начали Называть Их Радикалами Хорошо Еще Не Экстремистами Но К этому Наверное В будущем Придем Что Все Эти Организации Которые Выступают За традиционные Ценности Их Признают Скорее Сего Экстремистскими Организациями В Казахстане Скорее Сего Будет Такая История То Те Вы Понимаете Те Кто Выступает За традиционные Ценности Против Пропаганды Это Радикалы А Радужные Пропагандисты Как раз таки Радикалы Настоящие Это Наше Будущее Как сказал В интервью Башкенова Помните Тот Радужные Это Эволюция Эволюция Казахского Народа Как вы Понимаете Правда Сама Башкенова Потом Дополнила Что Казахские Батыры Вообще По ее Мнению Являются Геями И В этот же День Собственно Как помните Жанара Серкибаева С ЛГБТ Ходила В Туркестане На святых местах И тоже За это Кстати говоря Ничего не было Все это Конечно Делается За гранты То есть Зеленые Фантики Американские Но Суть Немного Здесь В другом Казахи Это все Проглотили Проглотили Они Что Активисты Назвали Казахских Батыров Геями Что они там Ходят С ЛГБТ Флагами Если Такое Происходит Обычно У нас Начинают Массы Бурлить А тут Ничего И так Как казахи Проглотили Что С флагом ЛГБТ Бегают На святых Местах И называют Батыров Геями То Значит Де-факто Казахи Приняли Эту Новость Радужную Прекрасно И Из них Рано или поздно Сделают Этих самых Геев То есть Пропаганда Запущена Поэтому Когда На следующий День Наши СМИ После Новости Про Радикалов Начали Продолжить Мусолить Эту тему Только На этот раз Они вспомнили Уже Про Гея Президента Латвии То Следовательно И у Казахстана Может быть Президент Геем Дорогу Вам Так скажем Показали Вы молчите Значит Вы с этим Согласны Так что Братья Казахи Лично Я жду ЛГБТ Парада Прайда В Казахстане Уже В следующем Году Он Без сомнений Пройдет Успешно Потому что Вам Я вижу По вашей Реакции Все это Очень Сильно Нравится Пишите Ваше мнение В комментариях Будет ли ЛГБТ Прайд В следующем Году Или нет Петиция С требованием Отставки Досаева Это просто Нечто Я не собираюсь Сейчас Защищать Досаева Потому что Досаев По всем действиям Человек Скажем так Недалекий Но об этом Чуть позже У меня вопрос Сейчас К антидосаевской Программе Развернули Ее боты Армана Крыгбаева Это заместитель Между прочим Досаева Там же Лусмеди Там же Ташимова Там же Санжар Нурбакбаев Который недавно Бегал Как помните В посольство США И улыбается Что ему там Дали печеньку Пососать Давайте просто Перечислим Схемы Воровства денег И поймем Что просто Какие претензии Игдосаева Что схемы Воровства денег Не меняются Ну по сути Это так На самом деле Мы можем Рассказывать Какие-то там Истории Что мы все хотим Правовое государство Но в капитализме Это все невозможно Воруют Сейчас на что На чем Акимат Ну просто Тупо Нас это всех Раздражает На плитки Которую постоянно Меняют Перекладывают Воруют На замене Вот этих вот Хороших Каменных Поребриков На новые Их меняют Постоянно Причем На Первой Алмате Не меняют Там блин Они разбитые Просто Да поменяйте там Если вы уж хотите Какой-то бизнес Организовать Нет Им надо менять Каждый год Одно и то же На одно и то же И раздражать тем Самых людей В центре Естественно При СССР Эти поребрики Блин Лежали десятилетиями И ничего им не было Ну вот чем отличается Социализм И капитализм Чтобы вы понимали В Минске Кстати говоря Эти камни Бордюрные поребрики Они тоже лежат Там со времен СССР И все они В прекрасном состоянии Просто их там штучно Как-то частично Меняют И не надо Производить постоянно Капитальную замену То есть Они вечные Чуть ли не вечные Блин В Европе Они лежат Там я не знаю По 500 лет И все с ними хорошо Замерно Дорожного полотна У нас происходит Как вы знаете У нас Комсомольскую Ремонтируют уже Наверное лет 20 Там клад ищут Никак найти этот Блин Клад не могут Тоже всех раздражает Это Схемы хищения денег Де-факто Не меняются Из года в год И по сути Претензии К Акимату Они исходят Как раз таки Из того Что схемы Не меняются Тут же вопрос Не в том Что Акимат Ворует деньги Понятное дело Что блин Они на зарплату Жить уже Просто не смогут Там у них Система криминальная Она на официальную зарплату Она существовать Просто не сможет Но всему Должен быть предел Если вы воруете То делайте дело К людям Которые воруют И делают дело Претензий Вообще никаких Они фактически Все понимают Что да У него в договоре Не включено Он там взял свой откат Но он сделал работу Ему за это Все благодарны Так чтобы Жильцы города Были благодарны Нужно просто выполнить Определенную работу А не делать обезьянную Нас всех это раздражает Не то что вы воруете Мы уже смирились С тем что вы все Поголовно воры Вы работу Научитесь делать Так чтобы вам За это были благодарны Ведь миллиард Проблем в городе Которые надо решить Вы на этом можете Получить огромные бюджеты Вы украдете Никто не сомневается Что вы блин Талантливые люди И все разворуете Но вы сделаете дело И люди вам будут Просто благодарны Да Жильцы будут понимать Что вы украли По любой Скепсису никуда Не денется Но В общем В целом Если станет лучше То какие претензии По большому счету Вот классический Допустим Пример того Как в Акимате Банально не умеют Вообще работать Даже с общественностью Казалось у вас Целые там дела В каждом отделе Акимата Но вы друг друга Постоянно потяжите Потому что вы Работать не хотите Нормально Начали ремонт Этого собственно Перехода Из-за которого Поднялся какой-то Просто нереальный шум На ровном месте Из старого советского Гранита Как помните Там местные Начали возмущаться Якобы Акиматчики Уничтожили Советскую красотищу Оторвали рельефный Гранит С которой там было Его там оказалось Что нету Да И местные жители Просто вот Все оказались Слепые внезапно И они вдруг Не знали Что там С одной стороны Рельефный Гранит С другой стороны Плоский И там заменили Точно такой же Собственно Плоский Гранит На новый Плоский Гранит Вот откровенно Ничего особенного По сути Не произошло Но боты Армана Кырыкбаева Уже начали Качать эту активно Тему И начали там Просто вот Галимую чушь нести Там Дюша Стасия Ташимова Нурбок В общем Все собрались И начали поливать Досаева говно Выдумывать Просто из пальца Информацию Друзья Вот мы подъехали Туда На Сипулина Пак Где нам Сигнализировали О том Что снимают Эту обшивку А на самом деле Посмотрите Это очень благородный Камень Смотрится достойно Нигде Не облазит Вот по моему Уже лет 10 или 15 Как он стоит И простоит Еще лет 100 И ничего с ним не будет Максимум Это можно его Помыть Хотите Вот есть Такой инструмент Пескоструй Называется И вот Песочком пройтись Он будет Как новый И Зачем Они меняют На плитку Мы сейчас Вам ее покажем Эту китайскую плитку Да Мы возмущены Этим вандализмом И Требуем Вернуть Обратно Во-первых Мы не дадим Снять Вот эти камни Это первое Мы не дадим Снять Мы напишем Заявление В полицию За Такое отношение Вандализм По отношению К городу И к этому Историческому Памятнику В итоге Вонючки Акиматовские Добились своего Что Аким Дал заднюю Вонючки Это собственно Ташимова И Нурбок И вот Что было раньше Вы видите на фотографиях Теперь они просто Вот эти вот плиты Акимат Они просто старые плиты Отмоют И вернут Эти плиты На место По сути Ничего не поменяется Новые и старые Они особо Ничем не отличались Зачем Акимат Это делал И менял плиты Такие же На такие же Вместо того Чтобы старые Просто помыть Там Заменить частично Какие-то Что отвалилось Это как бы В 5 раз дороже Чем просто отмыть Ну де-факто Сделывают по сути Сейчас так же Только уже деньги Через грант И так далее Их не вернут То есть возьмут В 5 раз дороже За то Что могли сделать В 5 раз дешевле Сейчас вы узнаете Почему и тут И там Появляются В городе Надписи Досаевкет Откуда Бл***ь Откуда же берутся Дурбок Ты сам эти наклейки Наклеил Что ты корчишь Из себя Клон страны Де-факто Получается Никто Ничего не добился Местные жители Они получат То есть Не получат Никаких изменений Потому что Старые советские плитки Они ничем От новых не отличались Кроме метода крепления Деньги выделенные Уже никто не вернет Потому что там Тройная работа Они эти Отбили Получается Все это же было согласовано Там в тендере Новые приклеили Теперь новые надо убрать Старые В общем Никакая работа Даже может быть Дороже будет Из всей этой истории Только Досаев Понес репутационный ущерб В копилку Голоса Получаются Петиции Против него За его отставку Видите Да Как бывает Когда Досаев Полагается На формирование Общественного мнения Которым должны Заниматься его Подчиненные Кирыгбаев А Кирыгбаев Де-факто Его подсиживает И подыгрывает Бауржанову Байбеку То есть Продвигает Оппозиционную Лению Поэтому К Досаеву У меня Претензии По сути Такие Я честно Прямо Просто скажу Потому что На этом канале Просто говорят Правду Вот так В лоб Ярбалат Аскарбекович Научитесь Нормально Воровать По-новому Потому что Ваши методы Воровства Они на уровне Начала Нулевых Схимозы Даже у Бауррана Байбека Были повеселее Ну в принципе Вы сейчас Столкнулись С его Лоббистами Научитесь Формировать Общественное Мнение Потому что Даже Или я бы Сказал Особенно На мелких Хищениях Возникают Самые крупные Имиджевые Потери Потому что В хищениях С большими Цифрами Туда Всякие Ташимовы Нурбоки Лезть Просто боятся Потому что Их там Просто завалят Там сложно Там Большие Финансовые Интересы Большие Проблемы Сразу Претензии От всех Звонить Начинают А мелочь Где финансовых Собственно Интересов Нет Тем более Еще какие-нибудь Люди Просто Обычные Независимые Уже Обсудили Это Все Проще Получается Интересов Мало Финансовых Соответственно И звонить Никто Не будет Наймите Нормальные Сбы Чтобы разобраться С крысами Я уже Фамилию Озвучил И вы спросите А зачем Я вообще Досаеву Помогаю Что его Фанат Что ли Может он Мне заплатил И так далее Ни хрена Он не платил Блин Этот человек Здесь видите Я вижу Эту всю Историю Как Шахматную Доску То есть Из двух Зол Фигуры На доске Они вот Уже Определены Получается Из двух Зол Нам нужно Выбрать Меньшее Зло Чем Слабее Действующий Аким Который Мне Очень Сильно Не Нравится Тем Сильнее Его Оппозиция Оппозиция У Досаева Это Ташимова Нурубок Вы Хотите Чтобы В следующем Году Аким Былбокаев Шураев Кожалиева Или Ташимова Я лично Не хочу Поэтому Пусть Лучше Досаев Проведет Работу Над ошибками По большому Счету У меня К нему Претензии В плохом Управлении Потому что Он никакой Управленец Откровенно Будем честны Ему нужно Просто Заняться Нормальным Управлением Этими Вопросами Я просто Надеюсь Что человек Спустится С небес И послушает Людей Которых Ему Надо Послушать Что после Этого Скандала Его не Уволят Из Акима С должности Акима И навсегда Он попрощается С своей должностью А его Еще и повысят Опять же Вопрос Кто ему Внушает Эти мысли Знаете В этой Франции Прекрасной Демократической Республике Там все Вообще Разгромили Протестующие Мигранты Я не буду Сейчас показывать Эти кадры Эти погромов Потому что Просто могут Забанить Типа знаете Там сцены Населия Начнем с того Что там Начались Протесты Протесты Начались Как вы понимаете Из-за того Что убили Подростка Мигранта Арабы Взбунтовались Полоумный Гиркин Сказал Все Франции Конец В культурном Смысле Конечно Это все Вообще Не так Во Франции И ранее Пачками Мочили Просто Мигрантов Менты И так далее И всем Было На это Откровенно Плевать И все Это Естественно Управляемые Протесты Управления Массами Все эти Протесты Мигрантов Или как Полоумный Стрелков Сказал Во Франции Конец В итоге Все это Пришло К многотысячным Требованиям От тех же Самых Людей Протестующих Что Франция Должна выйти Из Евросоюза То есть Протесты С мигрантами Были частью Хорошо Срежиссированной Провокацией Для ослабления Действующей Повестки И лоббирования Выхода Франции Из состава Европейского Союза Что даст Франции Выход Из Европейского Союза Нас интересует По сути Отношение С Россией Потому что Война Чтобы закончилась В целом Ничего не даст Британия Тоже Как вы знаете Вышла Из Европейского Союза Что поменялось Ничего Швейцария Не была Никогда Членом ЕС Какие Отношения У Швейцарии С Россией Никакие Да Дефакто Франции Нужен Выход Из ЕС Только С одной Целью Это Выйти Из-под Влияния Законодательства Европейского Союза Относительно Энергетики Как вы знаете В Германии Закрыли Все Атомные Электростанции Перешли На ветряки От которых Толку Абсолютно Никакого Нет Но Германия В этом Боится Признаться То есть Германия Лоббирует Деленую Энергетику И Единое Энергетическое Законодательство В рамках Европейского Союза Поэтому Британия Из этого Союза Выпрыгнули Опять же Они Как спекулировали Свой выход Что у них Проблемы С мигрантами На самом деле Проблемы С мигрантами Никак Не изменились Так как Они живут На острове Их на самом деле Интересовало Энергетическое Законодательство Европейского Союза Франция Имеет 70% Энергетики От Атомных Электростанций Им тоже Не вариант Закрывать Эти все Реакторы Чтобы угодить Германии Европейскому Союзу В области Этого Законодательства Но Сами понимаете С такой Тухлой Повесткой Изъезд Не выйдет Что мы Хотим Здесь Сохранить Потому что Существуют Всякие Уже Нанятые На работу Зеленые Эти активисты Поэтому Протесты Мигранты Реакционные Массы Национализм Закрытие Границ Реакционные Силы Используют Для сохранения Энергетической Независимости Тех же самых Зеленых Активистов Их используют Против Мигрантов Сталкивают Эти силы Потому что Цивилизованным Путем Сделать Современное Правительство Фашистское Общество Просто Не может Жду Отрудово Видео Про Францию И определение Общества Франции Как фашистское Методами Управления Вот этими Массами И так далее И объяснил Самое главное Мотив Всех этих Протестов Зачем И для чего Все эти Эрекционные Массы Используют Эрекционные Устроения Ну естественно Рудой Засыт Определить Францию Как фашистское Государство Турецкий Султан Передал Командира Фасова В нарушение Договоренности С российской Стороной Прямо Украину И уже Три Четыре Пять Дни Рассказывают Труппы Пропаганда Что Как они Унизили Россию Лично Путина Которого Я скажем Так Не в особо Восторге В частности Не уважают Русский Народ Обманули Там Воткнули В очередной Раз Нож В спину Среди Моих Знакомых Такие Полумные Дебилы Тоже Есть Которые Вот Это Все Мусолят Они Себя Очень Умными Естественно Считают И Экспертами По всем Вопросам И так Имеют отношения Скажем так Прямо Не аффилированы С Кремлем Но могли бы Уже Эту тему Поднять Почему Они Отналчиваются И жуют Сопли Ответ Элементарный Простой Почему Эта ситуация Произошла Эрдоган Никакой Не союзник России И нет Никаких 12 стульев Он лишь Играет роль Союзника Ровно Как и Путин Играет роль Что якобы Он ничего Не понимает Они оба Тянут резину Турция Отправляет В Украину Всю технику Против России Воевать В том числе На российском Шасси На КамАЗах РЦЗО БПЛА Броневики И так далее Это не секретная информация Абсолютно не секретная Вместе с этой техникой В Украину Отправляют Как собственно И обычных наемников Так и командиров Инструкторов Даже инженеров Всяких Чтобы они эту технику Обслуживали Ремонтировали И так далее Турция ведет Войну с Россией Начиная там С Ливии С Сирии На территории Украины На территории Армении Под видом Азербайджана И эта война Ни за какую там В Азербайджане Высосанную из пальца Историческую справедливость Это война Против ОДКБ Против России Силами Турции И НАТО Я просто напомню Карта Великого Турана По мнению Турецкого лидера Выглядит вот так вот Великий Туран Это про турецкий проект Если кто вдруг Еще не знал А теперь Внимание Что случается С техникой И наемниками Которых отправляют В Украину Они там умирают В СРФ Просто Поперещелкали Точечно Большое количество Наемников Командиров Турецких И Ердоган Просто элементарно Обиделся Поэтому он Отдал вот этих Командиров Азова Украине Потому что он Обиделся Из этого Устроили пиар Посол Украины В Турции Прямо сказал Что инициатива По передаче Командиров Азова Исходила От турецкой стороны Будь-яких умов Про какие Мне было Відомо Что до повернения Наших Воспособовців Не было Висунуто И это На пакет Это как раз Особливість Цей позиції Турецької стороны Как медиатора Яка Надає Так звані Добрі послуги Для того Щоби Сам процес Тривав Її роль Звичайно В цьому Також важлива Оскільки Піднимаються І рейтинги І позиція Глобального Гравця Туреччини В даному Випадку Тільки посилюється І звичайно Це також Треба враховувати Важені Впливу І взаємозалежність Певним чином Їх інтересах Тому що Давайте не Враховувати Що це тільки Добрий жест Сторона України Але це також Посилення позиції Звичайно В коммуникації З російською стороною Все элементарно просто Просто Ердоган Обиделся І вже 3-4-5 дні Тому глотають Российські ламы Они не можуть Просто видимо В Кремле Спустить вниз Методичку І объяснить Что общество РФ Должно понять Такую ситуацию Почему? Потому что Скорейся Общество РФ Радикализировалось И маргинализировалось И в Кремле Видимо Не знают Как разговаривать С народом Вообще нормальным языком Если сказать Видимо В Турции Что в Турции Предатели И что Турция ведет Прямо сказать Двойную тройную игру И затеяли Вот эти антироссийские проекты Везде Где только могли В том числе И в Казахстане Автор Я хочу напомнить Языковых патрулей За которых Между прочим Казахстан сейчас Информационно Отодвинулся максимально От России Является гражданин Турции Огуст Даган Естественно В Кремле Это все должны знать И не могут этого не знать Но видимо Они боятся Бурной реакции Собственного народа Что Те не знаю Пойдут крушить Турецкие магазины Что ли А может быть Они не знают Видимо Как объяснить людям Что надо играть Роль терпилы Сейчас нужно Чего-то выжидать Чего выжидать Может быть Они не знают Может быть В Кремле Сами не знают Чего ждут Поэтому не могут Объяснить Зачем вообще Что-то ждать Роль играть терпилы Следовательно И разговор По душам С собственным народом Состояться не может Так как Никто ничего Объяснить не может Потому что Никто ничего не знает Может быть Нет никакого плана Может быть Поэтому не могут Объяснить Я не знаю Но причину Я вам объяснил Поведение Эрдогана Теперь вы понимаете Что человек Просто обиделся Поступил Как обиженный Подросток Здесь вы можете Опять же Понять психопортрет Этого человека В целом Но в принципе После того Как он людей В людей кидался Помните Когда были пожары Кидался в них чаем Мне было уже Все понятно Что там Скажем так Не совсем здоровые Психические идеи Больше всего Меня удивляют Пациенты Целые палаты Я бы сказал Которые думают Что Эрдоган Это большой друг Блин России И Казахстана Блин Вот так Разговариваешь С человеком Думаешь Что здоровый человек Потом понимаешь Что он-то не лечится Ну на этом выпуск У меня все закончился Не забывайте Про донатики Подписки Честный телеграм-канал Подписывайтесь Туда Там вы получите ВПН Приватный мессенджер Который не читает Наши спецслужбы Потому что Не могут прочитать В общем В описании Все есть Там все прочтите Всем удачи Друзья Берегите себя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...